Сегодня на заводе Чкалова отмечают сразу два юбилея. Предприятию исполнилось 85 лет, а в летной части отправился сотый истребитель Су-34. В цехах самого секретного оборонного объекта Новосибирской области побывал мой коллега Борис Киргенеков. О том, как делают лучшие военные самолеты в мире в следующем сюжете. Су-34 Подарок новосибирцам от Чкаловцев. Фигуры высшего пилотажа, бочка, мертвая петля, колокол, штопор. Су-34 способен на многое, но сегодня для завода юбилей не единственная радость. Есть еще один повод для гордости. Сотая модель истребителя Су-34. Пожалуй, одна из самых известных авиационной моделей, которая стоит на вооружении российской армии. 23 метра в длину, два члена экипажа, скорость полета 1900 километров в час. Дальность применяемых боеприпасов по наземной цели составляет 250 километров. Все это производят новосибирские крылья. Самолеты Су-34 охраняют территорию нашей страны. Машина уникальна, аналогов в мире нет. Уничтожить истребитель противнику очень сложно. Набор навигационных радиосистем, а также прочная броня основных частей корпуса и кабины делает Су-34 практически неуязвимым для врага. А цифровая высокотенологичная интеллектуальная система позволяет проводить разведку средств ПВО противника. Это уникальная кабина с давлением до 11 километров, где человек себя чувствует как в пассажирском самолете. Поэтому длинные перелеты, 10 часов, они совершенно неутомительно проходят. И летчик себя чувствует после такого полета вполне работоспособным. Сейчас Су-34 армия применяет в Сирии в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». Недавно Миноборона опубликовала видео с кадрами бомбардиров баз боевиков в провинции Дейр-Эс-Зор. На авиационный удар вылетели истребители Су-34 и Ту-22М3. Все самолеты благополучно вернулись в сирийский аэродром Хмимим. Этот самолет имеет открытую архитектуру радиоэлектронного оборудования, что позволяет принципиально, неоднократно проводить его модернизацию, тем самым в разы увеличивая его боевые возможности. Эта работа идет в штатном порядке. То есть она ведется в штатном порядке в рамках опытно-конструкторских работ, ведется в штатном порядке в процессе государственных испытаний, ведется и сейчас. Первая и сотая модель действительно сильно отличаются друг от друга. С каждым истребителем конструкторы дорабатывали броню и навигацию. Технологии позволяют. Поэтому будущие модели Су-34 станут еще мощнее, быстрее и прочнее. Эта машина еще раз подчеркивает, что это образец инженерной мысли и большой труд всех заводчан, которые очень ответственно выходят на исполнение оборонзаказа. Серийное производство истребителя завод запустил в 2005-м. На вооружение в армию первые Су-34 поступили через год. Сейчас гособоронзаказ подписан до 2020-го. Военно-космические силы страны планируют полностью заменить предыдущую модель – Су-24. Меж тем, в 90-е годы завод был на грани разорения. Заказов не было, как и зарплаты для сотрудников. «Коллектив боролся. Боролся за жизнь. Боролся за то, чтобы сохранить профиль завода. Ждали, что будет оборонный заказ. Но для этого надо сохранить свой профиль авиастроителей. И завод сохранил. Сохранил благодаря вере своим руководителям». Посмотреть на истребителей в деле пришли тысячи новосибирцев. Кроме Су-34 в небо подняли вертолеты и раритетный самолет МиГ-3. А десантники показали гостям мастерство акробатики на высоте в несколько километров. Позже в Доме культуры особо отличившимся чкаловцам вручили ордена, медали и благодарственные письма. «И организация сложного науко-емкого производства, и уровень квалификации персонала, и масштаб задач, которые вы успешно решаете. Это действительно 21 век. Ваши, вернее наши самолеты, уверенно конкурируют с самыми современными зарубежными аналогами. А по некоторым направлениям и аналогов таких нигде в мире нет». Сейчас завод выпускает по 20 истребителей в год. Гособоронзаказ даже удается перевыполнять. А это значит, воздушный щит страны становится все крепче. Борис Киргенеков, Артем Валевич. Новости ОТС.